Девушки отдыхают И не два слышали выражение «мужское плечо, крепкая рука, стальной кулак». Интересно, а какой кулак можно считать стальным, а какой еще нет? И в каких единицах измерить крепость плеча и руки? Сегодня мы говорим и о крепости рук, и о способах набивки конечностей, и о стальных кулаках. В каждом традиционном зале боевых искусств обязательно должны находиться приспособления для укрепления конечностей. Новички работают по мягким мешкам. Более продвинутые адепты уже могут переходить к серьезным предметам, таким как камень. Но, вне всякого сомнения, самым главным предметом для набивки конечностей в любом зале является макивара. И давайте вспомним, какой предмет первым делом смастерил герой фильма «Смерть и вопреки» Стивен Сигал, для того, чтобы прийти в себя после страшного ранения. Макивара в переводе с японского означает просто «скрученная рисовая солома». Но помимо того, что это самый главный инструмент для набивки конечностей, это еще и символ дисциплины, самоотдачи, преодоления боли и стремления к совершенству. Главный герой нашего сегодняшнего выпуска – обладатель четвертого дана Окинава уечерю карате Евгений Рыбин. Своими руками и ногами он делает такие вещи, на которые неподготовленному зрителю лучше даже не смотреть. Пальцами руки Женя пробивает две-три доски, разбивает деревянный брус о большой палец ноги. Сегодня я прошу Женю показать основные методы работы с макиварой в его стиле Окинава уечерю. Прошу, Женя. В стиле Окинава уечерю основное внимание является, конечно же, сейкин – кулак. Но изначально в стиле Окинава уечерю было привезено из Китая техники открытой ладони – это бошикин – ударная поверхность большого пальца. Шокин – это переводится первый кулак, фаланга указательного пальца. Какушикен – клюв журавля, шокин – возвышенность предплечья. И удары макивару тренируются таким образом. Сейкин в зуке тренируем. Задача – прогнуть макивару как можно глубже. Шокин – удар шокин. Суставом пальца наносится удар. Тренируем, собственно, сам палец, чтобы он не прогибался назад. Визитной карточкой уечерю является бошикин – кулак большого пальца переводится. Удар – суставом большого пальца макивару. И какушкин – клюв журавля, удар пальцами. Женя, макивара – это очень хорошо, безусловно. Но нельзя же подойти к ней и начать сразу долбить. Давай о подготовительных упражнениях. Подготовительные упражнения – это прежде всего отжимания на пальцах. Начинаем отжиматься с пяти. С пяти пальцев по несколько раз. Постепенно убираем по одному пальцу. Убираем. И в итоге мы должны прийти к тому, чтобы отжиматься на одном пальце. Вообще. Обратили внимание, добиться нужно того, чтобы вы отжимались на одних больших пальцах. Это уже будет очень здорово. На Окинаве в каждом зале существуют вот такие кувшины. Они называются мигириганы. Можно начать с того, что вы на них просто отжимаетесь, на этих кувшинах. Потом укрепляете хват. Специальным хватом берем кувшины и начинаем их поднимать. Так. Так. Вы слышите, они? Там камни. Так. Ну а если нет кувшинов, то можно воспользоваться обыкновенными банками. Жен, пожалуйста, покажи. Евгений делает специальные упражнения на укрепление хвата и укоренение в стойке. В этот момент я наношу ему сильные удары. 3 2 3 4 6 7 7 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женя, уичирю каратэ, стиль уичирю не похож ни на один окинавский стиль, ни на годжирю, ни на щориню. С чем это связано? Ну, прежде всего, связано с тем, что он последним попал на окинаву из Китая и был наименее подвержен модернизации, изменениям. Поэтому сохранил китайскую технику, китайскую тематику. Древние корни. Древние корни, китайский стиль, китайскую технику. А сейчас началась тренировка по уичирю каратэ. Но у нас есть секрет. Мы внедрили в эту группу своего агента. Максим Кожевников, мастер шаолинского ушу. Он изучал это искусство в Китае, в монастыре Шаолинь. И мы специально его привезли на эту тренировку, чтобы он на собственной шкуре прочувствовал, что же такое окинавское уичирю каратэ-до. В годжирю в окинавском стиле очень важна так называемая железная рубашка и построение структуры тела, особой структуры тела. Как бы ты и сказал, в чем главная особенность стиля уичирю? Уичирю – это тоже построение железного тела. Есть такая функция. Но прежде всего, в отличие от других стилей, уичирю – это должен быть боец или каратист, который будет, если так сказать, острый, как бритва и точный, как снайпер. Вот поясни, что значит «точный, как снайпер»? Непонятно. Вот специфика стиля подразумевает работу по точкам от Эмми-Вадзе. Вот это прежде всего характерно в ката, и во всей технике, и в Санчин, и в остальных бункаях, в парной работе, и в том числе и в кумите. Задача первоначальная – попасть точно в зону болевую, оказать воздействие на соперника. То есть, как бы говоря, для снайпера шестерка-семерка не считается. Считается десятка. Десятка, девятка, десятка – самая точная работа. Точечная, вот прям по телу. Дар – Кокоши Кен, клюв журавля. Один из самых главных и самых секретных ударов уэчи-рю карате. Существует легенда, что ученик-основатель стиля мастера уэчи-канбун именно этим ударом убил человека во время драки в Китае. Мастер был так раздосадован поступком своего ученика, что поклялся больше никогда и никому не преподавать уэчи-рю. И еще один фирменный удар уэчи-рю карате. Сокусен Гери – удар большим пальцем ноги. Уэчи-рю – единственный стиль карате, в котором проводится этот удар. И поверьте мне, это очень серьезно, очень трудно и очень больно. Какие главные тотемные и животные стили уэчи-рю? Значит, уэчи-рю был перевезен из Китая как система по-старому, еще некоторые мастера так и называют, система тигра, журавля и дракона. Значит, существует это как и метафора, некая философия, что это тигр, журавль, дракон. Сегодня мы работали как ушкен, удар пальцем, это клюв журавля. Да, как раз-таки это вот специфика стиля. Клюв журавля. Мы работали бошики, нам наносили удар в макевару. Это коготь тигра, коготь дракона. И шокен – это зуб тигра. Зуб тигра. Зуб тигра, да. Шокен – переводится первый кулак, но как бы символично считает, что это зуб тигра. Ну, вообще, я представляю, если клюнет журавль, если вцепится тигр и еще и сверху ударит дракон, это летальный исход. Это задача Уэчерю – убить человека. Ну, задача Уэчерю – сделать человека сильнее просто. В древности, в древности. А первоначально, изначально была задача научить человека работать максимально эффективно, максимально быстро и без лишних техник. Коротко, быстро и точно по точкам болиона. И так boys. сейчас уже вечерю это тот стиль который когда мы занимаемся мы разбиваем всю агрессию всю вот эту точечную агрессию работу мы вытесняем все это на томишеваре и в кумите между собой ты счастлив что ты нашел этот стиль для себя ты же был спортсмен изучал стиль ситорио выступал на соревнованиях и вдруг женир и бен стал изучать этот тяжеленный стиль уичерю где надо набивать пальцы где нужно ломать доски такая метаморфоза ты счастлив от этого я счастлив что я нашел стиль который удовлетворяет моим внутренним потребностям я нашел как бы стиль который соответствует логике я вижу в нем некую систему и под занавес тренировки кумите уичерю вершина айсберга она проводится по своим строго определенным правилам же не расскажи об этих правилах значит прежде всего специфика стиля это захваты и все удары оцениваемые захватом прежде всего это удары в голову удары в корпус партнер наносит удары ногами максим да я делаю захват на наш удар либо в голову либо в корпус это прежде всего оценят техник также мы работаем в тело полный контакт можно бить удар ногой в бедро лау кикма ваша гидан в корпус прямые удары любые ногами руками полностью в полный контакт и в голову контролируем удар захватом либо делаем наносим серию также можно наносить в шлем мы работаем шлемах можно носить удары вот этими частями шокин бошкин в накладках на специально накладки наносим удар в голову точно так же это оценивает тех можно бросать да есть броски с добиванием и это высшая оценка в ходе тренировки я прочувствовал китайские корни не даром ой чирю в китае называется пангай ноун то есть тележаз жесткого и мягкого и ходе тренировки я прочувствовал тигринную свирепость и при этом драконию стойкость ребята работают на полную выкладку здесь также чувствуются те же самые китайские корни то есть железная рубашка воспета во многих китайских фильмах и в ходе тренировки с имя чувствуешь на себе эту железную рубашку как она нарабатывается если шокин попадет тебе в мышцу будет но более чем неприятно уже от нашей программы хоть у тебя уже есть свой черный пояс но пусть у тебя будет вот такой с надписью евгений рыбин и я хочу тебе с удовольствием его повязать и и и и и и и Продолжение следует...